Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Сталкер! Зов Припяти! Все тот же Сталкер, но с новыми локациями и серьезной работой над ошибками. Ни больше, ни меньше. Тех, кто ждал революции, просим не беспокоиться. Нью-Йорк 2072. Смерть в большом городе. Классический квест в жанре киберпанк. История парня, потерявшего любимую. Он или разъезжает на мотоцикле, или беспробудно пьет, или долго и мучительно отмокает под душем. Ризен. Зловещий остров с руинами древнего храма и действующим вулканом ждет своих героев. Новый проект о создателе Готики подарит нам незабываемые приключения. Война в небе 1917. Игра, рассчитанная на истинных фанатов авиатехники. Тех, кто в детстве мастерил пластмассовые модельки самолетов и подвешивал их к люстре. Ризен. Этот проект был создан студией Пирания Байтс, которая подарила нам ролевую серию Готика. Новый проект предлагает искателям приключений путешествия на загадочный зловещий остров с руинами древнего храма и действующим вулканом. Этот остров так и называется Ризен. Местный король отправляет сюда инквизитора, который по прибытию спускается в пещеры, где хранятся некие магические артефакты. И вот тут и начинается настоящее веселье. Из-под земли вырастают какие-то странные сооружения, похожие на древние храмы. На местных жителей открывают охоту декольные существа, а в довершение всего просыпается древний вулкан, которому в сюжетной постановке Ризен отводится далеко и последняя роль. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативные и 512 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 7 ГБ. Герой, которого поначалу никто ни во что не ставит, должен завоевать доверие окружающих, работая на побегушках у местных жителей и строя карьеру в одной из трех фракций. В зависимости от того, на кого вы гнете спину, инквизицию, бандитов или магов, меняются квесты, отношения к вам различных персонажей и даже финал всей этой истории. Постепенно герой будет сосредотачивать в своих руках все больше и больше власти. И то, как он ей распорядится, во многом повлияет на развитие игры. Пятерка за геймплей. По сравнению с прошлыми работами авторов, Ризен гораздо более мрачная, серьезная и темная игра. В первую очередь это касается врагов и местной фауны. Здесь нет торков и других рас из классического фэнтези-набора «Токиэм для всех». Вместо этого оригинальные племена, которые находятся на разной стадии развития, жуткие твари, которые обитают в подземельях, различные чудовища, похожие на гигантских черепах, и все в том же духе. Все очень красиво и, что немаловажно, детализировано. Пятерка за графическое оформление. Звуковое сопровождение игры также на уровне. Главный герой, размахивая мечом, как и полагается, выкрикивает всевозможные фразы. Монстры пытаются ему ответить на своем, родном. Вокруг шелестят пальмовые листья, поскрипывают деревья, журчит ручеек. Пятерка за звук. Благодаря относительно небольшому масштабу, студии «Пирания Байс» удалось плотно заселить окружающий мир. Плотность – это вообще ключевая характеристика «Ризон». Немцы намеренно отказывались от любых случайностей, песочницы и прочих даров цивилизации в пользу четко структурированной истории. Несмотря на то, что игра разбита на главы и сильно привязана к сюжету, вы по-прежнему можете отправиться куда угодно, попасть в ловушку или загреметь в тюрьму, с которой потом придется выбираться в битве час. Пятерку получает сегодня игра «Ризон». «Ризон» – это такое своеобразное ностальгическое приключение для тех, кто ценит традиции жанра. Эта игрушка способна вновь подарить нам классический готик геймплей, сдобренный новыми технологиями и любопытными идеями. Ну а теперь вопросы и ответы по прохождению игры «Ризон». Вопрос. Подскажите, пожалуйста, где я могу найти кольцо картографа Нельсона? Отвечаем. Это кольцо находится на руке жены Сида. Вы можете выменить его на жерелье из жемчуга, которое было на фирме в самом начале игры, или просто украсть, если, конечно, ваши воровские навыки позволяют сделать это. Следующий вопрос. Помогите. Алхимик дает квест. Найти двух учеников, которых он отправил на задание. Я все перерыл, а учеников так и не нашел, но подскажите, где же они? Отвечаем. Ученики находятся в лагере Сиберина, а точнее на поле возле костра. Следующий вопрос. Подскажите, где найти инструмент для добывания руды? Отвечаем. Кирку вы можете подобрать в потайном ходе, который ведет из борделя в город. Чтобы в 2009 году делать достоверный авиасимулятор, да еще и про Первую мировую войну, нужна какая-никакая смелость. Война в небе 1917. Это стопроцентный компьютерный хардкор. Приличных игр в данной категории мы не видели уже лет семь. А про Первую мировую так и все десять. Игры про Первую мировую войну – большая редкость, хотя значимость этого периода для мировой истории переоценить сложно. Одним из главных новшеств того времени была военная авиация, которая зачастую кардинальным образом решала исход отдельных сражений. Первые летчики, первые самолеты, первые эскадрильи – начало века, эпоха стремительного развития авиации, когда были заложены основные принципы и правила ведения воздушных боев, актуальные и по сей день. Так что неудивительно, что выбор разработчиков пал именно на этот временной отрезок. Война в небе 1917 в мельчайших деталях воссоздает события почти вековой давности. Достоверность – вот главный принцип этого авиасимулятора. Даже при моделировании земной поверхности предместья Франции были использованы исторические материалы и карты того времени. Что уж говорить про модели самих самолетов. Они были собраны разработчиками с точностью до последнего винтика. Мало того, в воздухе эти машины ведут себя как настоящие. Учитываются параметры всех сил, действующих на самолет. Но самое интересное начинается, когда вы оказываетесь в центре крупномасштабного воздушного боя. Здесь от игрока потребуется максимум внимательности и концентрации. Каждая пуля, попавшая в вас, может оказаться смертельной, если, например, она выбит поршни двигателя или нарушит работу системы управления закрылками. Также учитываются повреждения от обломков других самолетов. Кусок обшивки сбитого противника может запросто оставить вас без крыла. Системные требования к игре следующие. Двуядерный процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске «Война в небе 1917» займет 6 ГБ. Геймплей, безусловно, рассчитан на истинных фанатов авиатехники. Тех, кто в детстве мастерил пластмассовые модельки самолетов и подвешивал их к люстрям. Чтобы взлететь и выполнить фигуру высшего пилотажа, мало поверхностных знаний о том, как функционирует самолет времен Первой мировой войны. Здесь ваш фокер может заглохнуть прямо в воздухе от неправильно выбранной скорости оборотов двигателя или за неграмотно подобранной топливной смеси. Рассчитанная игра прежде всего на мультиплеер, но миссий одиночной кампании вполне хватает. К тому же разработчики прикрутили к симулятору редакторы этих самых миссий. Впрочем, как и любой другой крупномасштабный проект, «Война в небе» еще требует доработки и всевозможных патчей. Но истинных любителей авиации такие мелочи не должны волновать. Пятерка за геймплей. Выглядит игра превосходно. Максимальный реализм здесь присутствует не только в поведении самолетов, но и в том, как они выглядят. Динамичные тени, облака, за которыми можно прятаться от противников, создают полное ощущение присутствия в кабине самолета начала века. Пять баллов за внешний вид. Звук здесь играет такую же важную роль, как и приборы в кабине. По шуму рассекаемого крыльями воздуха за бортом вы можете ориентироваться и определять степень перегрузок. Пятерка за звук. Правдоподобная аэродинамика, достоверная физика, индивидуальное моделирование каждого самолета по реальным чертежам. Войну в небе 1917 можно без преувеличения назвать одним из самых честных авиасимуляторов. Пять баллов. При желании в настройках игры можно включить помощника, который исключает падение в принципе. Хотя известно, что никакой искусственный интеллект живому человеку не помеха, мы все же надеемся, что наши ответы на ваши вопросы помогут вам самостоятельно справиться с самолетом даже в самых экстремальных ситуациях. Вопрос. Не пойму, почему не работает перезарядка? Автопилот сам перезаряжает, а я хоть с кнопки, хоть с клавы, ну никак не могу. Что делать? Отвечаем. Проверьте свои настройки. А также можно повесить перезарядку левого и правого пулемета на одну и ту же кнопку. Тогда в игре они будут перезаряжаться одновременно. Так же и со стрельбой. Вопрос. Как сделать так, чтобы самолет не глох? Я постоянно падаю из-за этого. Что делать? Отвечаем. При увеличении высоты полета для устойчивой и ровной работы двигателя топлив-воздушную смесь необходимо обеднять, а при снижении – обогащать. Вызвано это тем, что на больших высотах содержание кислорода в воздухе значительно меньше. Вопрос. Научите меня сажать этот самолет, каждый раз разбиваясь, что делать? Отвечаем. При посадке следует учитывать направление ветра. Плавно снижайтесь, попутно убавляя тягу до нуля. Она зависит от высоты. Чем ниже, тем меньше тягам. Важно, чтобы скорость не упала за критическую отметку. Если наоборот скорость сбросить не получается, то можно попробовать попеременное включение и выключение двигателя. После плавного снижения и сброса оборотов двигателя, оттяните ручку управления чуть не себя. Мягких вам посадок. Смотрите далее. Сталкер. Софт Припяти. Все толще Сталкер, но с новыми локациями и серьезной работой над ошибками. Ни больше, ни меньше. Тех, кто ждал революции, просим не беспокоиться. Нью-Йорк 2072. Смерть в большом городе. Классический квест в жанре киверпанк. История парня, потерявшего любимую. Он или разъезжает на мотоцикле, или беспробудно пьет, или долго и мучительно обмакает под душем. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, реклама пошла. Что-то у меня каша во рту какая-то. Намелимо, лениво, налимо ловили. Не меняли. 33 корабля ловировали, ловировали, ловировали. Ловировали. Сделай паузу, скушай твикс. Зов Припяти. Это второе дополнение к Сталкер. Сюжет игры стартует через несколько недель после окончания событий оригинала. В роли сотрудника Службы безопасности Украины мы расследуем судьбу правительственной экспедиции, которая отправилась в зону отчуждения. Сталкер. Это самая важная игра, созданная в СНГ за последние несколько лет. Она стала лицом славянской игровой индустрии на Западе. Заслышав знакомые названия, зарубежные коллеги одобрительно кивают. А разработчикам удалось то, что так долго грозили сделать энтузиасты-одиночки. Они создали наш Fallout за радиацией, разрушенными городами, мутантами, водкой, цыганочкой под гитару и костюмами химзащиты. Хотите вы того или нет, но Сталкер – это лучший русскоговорящий ответ всем постъядерным играм. Ничего круче в данной нише нет и не предвидится, как минимум, до появления второй части – Сталкера. Безусловно, были проблемы. Очень много проблем. Но разработчики всё это время не сидели без дела. Они делали выводы. Поэтому в Зоре Припяти новом самостоятельном дополнении к игре не будет ничего лишнего. Ни войны для коровок, ни автотранспорта, ни сотни аномалий на квадратный километр. Будет только то, за что мы в своё время полюбили эту игру. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 6 ГБ на жёстком диске. Если коротко описать игровой процесс, то Зор Припяти – это такой оригинальный Сталкер, к которому прикрутили все лучшие и работоспособные части аддона «Чистое небо». У каждого вольного ходока в Зоне есть своя мотивация и жизненный цикл. И хотя всё это заскриптовано, смотрится очень прилично. А главная достопримечательность аддона – это полностью новый игровой мир. Уровни действительно большие. Все они, конечно, срисованы с реально существующих мест и воспроизведены с максимальной дотошностью. Поэтому смело ставим 5 баллов за игровой процесс и переходим к внешним данным. Атмосфера – это наше всё. Каждый геймер знает, что если игра затягивает, то к мелочам не придираешься. А к внешнему виду игры можно было бы и придраться. В техническом плане ничего невероятного вы не увидите. Впервые появились заставки на движке, но пока сомнительного качества. В общем, 4 балла поставить можно, но только за уже упомянутую атмосферу. Звуковое сопровождение также выполнено на должном уровне и поддерживает пас напряжения в течение всей игры. Это касается как музыки, так и спецэффектов. В итоге мы ставим заслуженные 4 балла за звук и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры. Ну что, готовы? Готов. Отрез! Если вас не бесят постоянные выбросы аномалии, если вас устраивает этот жестокий постъядерный мир, и вы, несмотря ни на что, играли в предыдущей части игры, не пропустите ИСО в Припяти. Эта игра заслуживает вашего внимания. А наша общая оценка 5 баллов. Вообще, эта игра подозрительно напоминает сталкер в том виде, в котором мы его ждали. С более-менее честной симуляцией жизни, увлекательным поиском артефактов и интересными квестами. Для того, чтобы научиться держать собственные амбиции под контролем, разработчикам понадобилось больше 10 лет. Из всех мутаций, через которые пришлось пройти украинской студии, это определенно самое положительное. И вопросов по игре пришло немало. Первый вопрос. Как мне собраться в детский сад в Припяти? Отвечаем. Вам нужно взорвать дверь с помощью взрывчатки. Эту взрывчатку можно найти в трупе во время выполнения квеста «Пропавший часовой». Следующий вопрос. Как можно добраться до ската-1, не подорвавшись на минах? Отвечаем. Очень просто. Всего лишь нужно пройти вдоль забора справа. Следующий вопрос. Хочу раздобыть артефакт «Колобок». Как мне его искать? Отвечаем. Этот артефакт можно найти в Затоне, в аномалии «Соснодук» в гнезде или около упавшего вертолета «Скат-5». Следующий вопрос. У меня есть компасы «Ноэ». Что мне с ними делать? Отвечаем. Один из этих компасов нужен для квеста «Бороды. Заманчивый бизнес». Другой можно отдать «Султану» для квеста «Темный бизнес». В итоге вы получите достижение «Свой человек». Следующий вопрос. Можно ли заработать на ремонте и продаже вещей? Имеет ли это смысл? Отвечаем. Все зависит от степени повреждения и отношения с ремонтником. Заниматься лучше только относительно свежими пушками. «Going Downtown»! Наследник знаменитого в свое время квеста «Андера Киллен Мун», который в свою очередь относился к знаменитой серии игр о частном детективе «Текси Мерфи». В этом году сериалу исполнилось 10 лет, и авторы решили сделать геймерам подарок, выпустив новую серию приключений неунывающего парня из недалекого будущего. Технически между «Going Downtown» и квестами «Текси Мерфи» мало общего. У «Access Software» был вид от первого лица, видео с участием и живых актеров и отдельный дотошный интерфейс для взаимодействия с окружающим миром. Новый проект «Silver Style» сделан как современный немецкий квест с той лишь разницей, что используется технология «Cell Shading», от чего картинка довольно удачная и микрирует под комикс. Связующую нить между прошлым и настоящим жанром протянул главный герой «Going Downtown». Полицейский Джек, как и «Текс Мерфи» живет в футуристической Америке. Правда, вместо «Сан-Франциско» 2042 года тут Нью-Йорк 2072. Он или разъезжает на мотоцикле, или беспробудно пьет, или долго и мучительно отмокает под душем. Джек, как и «Текс», остался без любимого человека, и теперь ему остается лишь вздыхать, глядя на старые фотографии, да мрачно шутить. Системные требования игры. Процессор на частоте 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти, и 3 ГБ на жестком диске. Игра очень верно, без фальши, и транслирует тоску одинокого мужчины средних лет с ворохом личных проблем за спиной. На это работает все. И мрачные комментарии Джека, и тембры его голоса, и меланхоличная музыка, и даже уникальные приметы футуристического быта. Есть, например, персональный теледоктор, управляемый искусственным интеллектом. На все жалобы Джека он сочувственно советует попытаться, наконец, забыть ее, взять себя в руки, или хотя бы попробовать посмотреть на другую женщину. За одну только атмосферу мы ставим уверенные 5 баллов за геймплей. Выбранная разработчиками технология Cell Shading, как нельзя кстати, подходит по стиль Киберпанк, в котором выполнена игра. Отлично приорисованные задники, и харизматичные персонажи отлично передают атмосферу комиксов 80-х. Если вам были по душе такие игры, как Full Throttle и Run Away от графики Going Downtown, вы будете в восторге. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Аудиоряд также играет не последнюю роль в создании мрачной атмосферы недалекого будущего. Но локализацию игры в России было потрачено чуть меньше года. И поверьте, столь долгое ожидание себя оправдало. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Going Downtown очень разнообразный квест. Помимо привычных операций с предметами и инвентарем, в игре есть стрелки с охранниками, словесные дуэли и даже возможность произвольно менять время суток. Здесь есть даже уникальный режим симуляции, в котором Джейк может вернуться в прошлое, чтобы посмотреть за подозреваемыми и собрать улики. В такие минуты игра тщательно следит за тем, чтобы мы не нарушали правдоподобность событий. За это отвечает специальная шкала. Одним словом, перед нами первоклассный, сделанный по всем канонам жанра квест. Наша общая оценка игры 5 баллов. Сильверстайл реализовали едва ли не главное достоинство Андера Килин Мун. Я говорю о ветвистых диалогах, которые имеют определяющее значение для решения многих игровых задач. Есть и драки, исход которых зависит от правильно подобранных реплик. Как и в любом квесте, в ходе прохождения Going Downtown возникает много вопросов, на некоторые из которых мы ответим прямо сейчас. Я полицейский. Хочу задать вам пару вопросов. Первый вопрос. После того, как я поговорил с Изабелли, женщиной полицейским, она позвонила коллеге, получила разрешение на расследование, но почему-то теперь отказывается со мной разговаривать. Как мне ее разговорить? Отвечаем. Она обиделась на вас за того, что ее вызвали в отдел. Нужно загладить свою вину. Поговорите с санитаром около машины. Телочка была нефиговая. Это Дэнио Нейл. Задавайте ему вопросы из списка, и в конце разговора он даст вам номер телефона. Вернитесь к трупу, осмотритесь. Теперь расследованием этого дела занимаетесь вы. Следующий вопрос. Как откачать Кейт? Медсестра говорила что-то про магнезию или диацепам. Отвечаем. Чтобы получить магнезию, обратитесь к своему домашнему доктору. Он находится слева от кровати. Скажите ему, что у вас судороги и гороножных мышц, и получите свою магнезию. Теперь дело за диацепамом. Отправляйтесь в полицейскую лабораторию. Поговорите с Саймоном. Он даст вам диацепам, если вы вызовете ему даму из службы эскорта. После того, как вы это сделаете, возвращайтесь к Кейт и отдайте ей препараты. Следующий вопрос. Как справиться с охранниками в китайском торговом центре? Отвечаем. Перед тем, как отправитесь туда, приготовьте отравленные ядом иглы, которые можно найти в лаборатории Саймона. Также вам понадобится металлическая труба. С помощью нее вы сможете выстреливать отравленные иглы вооруженных охранникам. Достаточно просто применить трубу на противнике. Но имейте в виду, что охранники могут быть убиты только когда они находятся в конечных пунктах своего маршрута патрулирования. Звыть твоя волшебная лоза. Внимание! Канал Муз-ТВ и Проект Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свое резюме на наш электронный адрес. FAQ собакамуздефизтв.ру Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне свои вопросы. Будем общаться. Вап.муздефизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин